Это программа «Эксперт» на канале «Россия-24». Приветствую и представляю вам гостей. Сегодня это наш земляк, уроженец Онеги и ведущий архитектор России Михаил Мамошин. Михаил Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Сразу глобально. Вы спроектировали в Петербурге, в пригороде и вообще в регионах российских более 50 объектов. И являетесь членом правления Союза архитекторов России. Вот хочется услышать вашу оценку. В каком состоянии сегодня дела в архитектуре? Мне кажется, что на сегодняшний день закончился период поиска, закончился период перезагрузки. И на сегодняшний день мы уверенно вошли в какое-то новое время, освоив за последние четверть века, ну, по крайней мере, технологический аспект современной архитектуры, типологический, философский аспекты. И на сегодняшний день Российская архитектурная школа стала одной из европейских школ. — Архитектура сегодня — это вид искусства, либо это все-таки некая такая утилитарная функция? — Ну, мне кажется, архитектура осталась в лоне художественной культуры и должна остаться. И, наверное, это явление очень комплексное, потому что архитектор — это человек, владеющий максимальным количеством компонентов для принятия решения. Эти компоненты и художественные, это и технические, технологические, экономические аспекты и так далее. Поэтому архитектура свою суть не изменила. — Как вам архитектура Архангельска, если все-таки сужаться и к областному центру переходить? — Мы говорим об архитектуре современной. — Да, но вот то, что мы видим сегодня. — Я думаю, что Архангельск — неиспорченный город, потому что на сегодняшний день есть много исторических региональных центров в России, где, к сожалению, было желание сделать что-то особенное, удивительное. Были средства, и появилось очень много каких-то ненужных вещей, особенно это касается вертикалей, там до 100 метров, до 75 метров. И, слава богу, в Архангельске этого нет. Архангельск свою ауру, свою ментальность не утратил, потому что Архангельск является собой некую эволюцию поселения финно-угорского, впоследствии превратившегося сквозь призму византийского города в русский город, и далее капиталистический, промышленный город, советский город был. И, в общем-то, это очень плавная эволюция. Архангельск один из, наверное, таких цельных городов, если вот это слово, наверное, больше всего подходит, который достойно прошел через все эти эпохи. Сейчас на Соловках активное строительство идет, и вокруг него огромное количество споров, строить, не строить. Вот вы на чьей стороне? Все-таки возводить там новые какие-то объекты современные, либо все-таки сохранить вот эту первозданность архипелага? Ну, я могу как член ИКОМОСа, это Всемирная организация по охране культурного наследия, высказать официальную точку зрения. Официальная точка зрения такова, что на этих территориях должно как можно меньше появляться дополнительной архитектуры. Наверное, последний этап, который был, это эпоха ГУЛАГа и советского хозяйствования. А все остальное, наверное, там не следует строить, следует поддерживать вот этот объемный природный ландшафт. Вот тот симбиоз природного ландшафта и архитектурного ландшафта, который сохранился, его беречь. Но не надо его деформировать, усиливать, преображать. Этого не следует делать, потому что у нас есть замечательные примеры. Там вывод Дрездена из-за моста и так далее. У нас не так много каких-то таких знаковых вещей, а Соловки, наверное, для Поморского края это очень важная точка какой-то культурной опоры. И мы должны хранить его в первозданном виде, которое нам досталось от наших великих предков. В Архангельске тоже много споров вокруг застройки набережной Северной Двины. В подобных городах, небольших областных центрах, в России есть что-то подобное? Городов в морской дельте на свете можно перечесть. Это, прежде всего, Петербург, который я достаточно хорошо знаю, где живу и работаю. Город Гавров во Франции. Ну и Нью-Йорк, наверное. Вот как бы так вот у нас. Очень мало таких городов. И Архангельск ни в коем случае не является собой линейный город, как на Волге города. Волгоград это города, которые не начинаются, не заканчиваются, а которые мы просто проезжаем. Архангельск проехать нельзя. Набережные застраиваются в городах. И, наверное, на сегодняшний день я плохо знаю российский опыт. Да, там идут стройка. Я просто беру, ну, похожие вещи по набережным Европа. Хаффен-Сити в Гамбурге. Это невероятный пример застройки набережной части Гамбурга. Наверное, из речных очень хороший пример. Кёльн набережная, по набережной с кранами. Это очень яркие события в истории архитектуры. Ну и Лондон, тот же классический пример, там набережные застраиваются. Если брать наших ближайших скандинавских соседей, Швецию и Финляндию, то выход на воду традиционно, как и в нашей русской северной архитектуре, это, в общем-то, одни из самых таких сильных приемов, которые были всегда и должны быть. А как у вас родился замысел, вот здесь набережную застраивать? Таким образом, вот как это сейчас ведется? Вы знаете, я хорошо помню это место, хорошо помню рынок. Я много, ну, как бы, ребенком бывал на этом рынке. И это замечательная торговля, запах рыбы, такая жизнь, активность. Тут же был рыбный причал. Это было, наверное, по жизни самое главное, одно из самых динамичных мест, самым динамичным, пожалуй, местом в городе. И вот на сегодняшний день основная задача, как я видел, вернуть энергию жизни, энергию жизни, импульс, напряжение вот в это традиционное место, вот, как бы, такой ментальный посыл. Что касается объемно-художных каких-то вещей, вот этот ландшафт городских корабельных мачт, вот, который всегда был, и этот прием, как бы, нашел отражение, что ли, некую сублимацию в архитектуре, и вот появление геометрии, форма, новые какие-то воспоминания о причальном месте, где суда там швартовались у берега. Ну вот участок, который, да, сейчас застраивается активно, вот рассматривается как некий деловой центр, или это все-таки такая общедоступная среда, чтобы вернуть туда горожан обычных, которые там не живут и не работают? Ну, я думаю, что здесь некий, это пространство имеет несколько качеств, интровертное и экстравертное. То есть интровертное – это внутреннее наполнение своего дома, допустим, бизнес-центр Дельта, это некое, он очень долго рисовался, нарисовалась некая, ну, не сицилийская, а поморская тринакрия, как я для себя трактую, вот этот вот солярный знак трехлопастной, и в середине атриум. Этот атриум, он доступен для горожан будет, и все атриумы в Петербурге, в Москве, туда может лететь любой горожанин, выпить чашечку кофе, извините меня, там, назначить встречу в дождь, в конце концов, это очень удобно встречаться, наверное, не на улице. Ну, и деловая жизнь, это будет центр, некий очаг деловой жизни, там будет три компоненты, ну, во-первых, впервые в Архангельск придет корпоративный бренд Акора, приходит в виде новотеля, это очень важно, здесь же будет бизнес-центр, здесь же будет БТБ-шный корпус, корпуса, и это будет некая такая структура, которой в Архангельске нет, в многих городах этого еще нет, но это как бы, ну, и плюс виды на северное двино. Что касается жилых домов, то они имеют очень насыщенную инфраструктуру первого этажа, ну, и все эти публичные пространства, они для горожан, тут же будет открытый набережный променад, и что самое главное, наверное, мне кажется, что строительство этого комплекса, вот в нем задумана пешеходная улица, набережная Северной Двины, и мне кажется, произойдет большое дело, что впервые Архангельск будет иметь сплошную улицу, променаду, от моста же из Дорожного до площади профсоюд, до храма, наверное, сегодня уже, далее от храма вот этот новый участок будет еще до Дворца Пионеров, на Дворце Пионеров надо организовать некую перемычку, и дальше следующий участок от Красной Пристани до памятника Кузнецову, потом от памятника, ну, оттуда уже, где набережная, они преобразованы, вплоть до Соломбальского моста, то есть город получит великолепную променаду, от моста до моста, понимаете, и набережная в Архангельске, это, наверное, главный бренд города, вот, как бы, и это всегда так было, и, слава богу, в советское время удалось во времена Бориса Вениаминовича Попова Кибереву сделать благоустроенную набережную, я просто с ужасом представляю, если бы этого не случилось, Архангельск не имел бы сегодня этого открытого публичного пространства. А в общий облик города вот этот комплекс, как вписывается, на ваш взгляд, чуждым не выглядит? Ну, мне кажется, что каждый этап исторического развития имеет некую свою, свой язык, и то, что мы видим сегодня, это некая, наверное, квинтэнсенция архитектуры, некий симбиоз архитектуры текущего момента, и вот нашей фамбургской ментальности, я себе так это представлял и такие задачи ставил. Ну, вот ваше отношение к исторической застройке, да, Архангельска, нужно ли ее переносить куда-то, в Соломбол, например, или вот? Мне кажется, застройка застройки розни. На сегодняшний день с полной уверенностью можно утверждать, что деревянные здания, которые единичные еще остались, они однозначно утратили градостроительный контекст. То есть они как раз чуждыми уже стали? Они чуждыми не стали, это какие-то осколки прежней жизни. И мне кажется, что надо сделать некое решительное действие, как в свое время вот в наших северных краях здесь приняли строительство с малых коллег, как карел. Очень серьезная была дискуссия, много было оппонентов, что эти памятники все в ландшафте хорошо, но жизнь, она, в общем-то, имеет свои законы, есть энтропия, и умирает дерево, умирают населенные пункты, в которых находились эти храмы. И то, что удалось привезти сюда, сделать, оно, в общем-то, только сейчас оценено. И мне кажется, этот путь надо тоже провести в Архангельске, оставшиеся с жемчужины деревянного зодчества, их собрать. Их можно организовать еще один некую площадку в городе или перевезти в Соломболу, а на высвободивших территориях начать трех-четырехэтажное строительство. Почему? Дело в том, что эти здания утратили градостроительный контекст, а к ним надо подходить как уже коллекционно. Понимаете, это некая коллекция, которую надо сохранить, перевезти, потому что то, что мы видим в Азии, вот эти замечательные пагоды, это четвертый или пятый копий того первоисточника, который был. И мы должны пойти этим путем. В этом ничего нет зазорного. И вот то, что сделано было в Малых Карелах, и то, что сделано, попытка на Чумбарова-Лучинского сделать, там немного есть очень много ремейков, там очень много есть неких имитаций на эту тему, но это все равно хорошо получилось. Если вернуться все-таки на набережную, к возводимому комплексу, вот этому бизнесу, жилищного строительства, вот имеют ли там место быть малые архитектурные формы? Вот помимо вот этого великолепия современного, фонтаны, какие-то инсталляции, вот там это будет? Здесь сам Господь Бог создал это место, и однозначно это надо здесь сделать. И это могут быть всевозможные вещи моментальные, перформансы, это может быть продолжена та тема городской скульптуры, которая идет. Там необходимо сделать и велосипедные дорожки. Велосипедная дорога, вот не каждый город может похвастать возможностью проехать вот такое расстояние от моста до моста. Это километров 15, наверное, это где-то 10 километров. Представьте себе, и это целое искусство, для этого необходимо пригласить специалистов. И вот в Петербурге сейчас идет велосипедизация, приезжал ведущий датский специалист в этой области. Если вы были в Копенгагене, вы видели, это трое велосипедистов, которые там все на работу, детей везут. Это можно сделать здесь, если учесть, что Архангельск линейный город, мы можем создать, ну вот в контексте нового урбанизма, это вот концепция развития городов, некий зеленый транспорт. Если я живу там около Наурицкого, а работаю я там в районе областной больницы, я могу сесть на велосипед и проехать. Только давайте это сделаем по законам, по правилам, которые сегодня есть. Это целая наука, и это все надо просто организовать. И соединение набережной позволит это сделать. Ну вот на ваш взгляд, появление вот этого комплекса на набережной, это будет доказательством того, что Архангельск не такой уж и провинциальный город? Ну Архангельск никогда не был провинциальным городом, я хочу сказать, потому что термин самодостаточности, он для него подходит, он всегда был. И я думаю, что Архангельск удивительный город, потому что мы уже говорили о его геолокации, он всегда будет жить. И, наверное, на смену одним формам он создавался по торговлю. Вряд ли кто-то мог предполагать в начале 17 века о том, что там будут лесопиления в таких масштабах увозиться, будут такие инфраструктурные вещи. Мало кто предполагал, что алмазы найдут, мало кто предполагал, что рыбы не будет, к примеру, в Двине. Поэтому, если мы будем смотреть на космос, на Архангельск, он такой, знаете, обозначенный город, это не рядовой региональный административный центр, это центр, который отмечен такой ментальной географической локацией. То есть этот центр, этот комплекс, который будет здесь возведен, который сейчас уже возводится, он подчеркнет современность или нет? Ну, я думаю, что понятие современность очень сложное, потому что в русском языке современности переводов много. Есть и контемпорий текущий момент, и есть модерн как эпоха. Я думаю, что та архитектура, которая делается, она адекватна 21 веку всем требованиям мировым, типологическим. Это бизнес-сенкласс А, отель 4 звезды, этого в Архангельске нет, это безусловно хорошо, мне так кажется. Что ж, Михаил Александрович, спасибо, что стали нашим экспертом, поучаствовали в нашей программе. Удачи вам в работе. Спасибо, Евгений, за приглашение, спасибо за разговор. Спасибо. Зрителям я напомню, вы смотрели программу «Эксперт» на канале «Россия-24». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова